Красные машины из бумаги, пластилиновые спасатели, пожарный инвентарь из картона и спичек. В Бобруйске подвели итоги конкурса «Спасатели глазами детей». Творческое состязание в нашей стране проходит уже 22 года подряд. Традиционно в три этапа – городской, областной и республиканский. В 2019-м из Минска привезли победу ученики Центра дополнительного образования. Первое место в номинации «Подделка» им принес тренажер «Юный спасатель». В этом году ребята тоже решили не отставать. На городском этапе представили новое уникальное сооружение. Технология похожа на «Умный дом», только он еще и безопасный. С помощью датчиков система способна обнаружить возгорание, оповестить жильцов, а затем вызвать службу спасения. Пока это, конечно, только макет. Но, как известно, маленький шаг для человека – огромный для человечества. Продемонстрировать возможности, то есть, что можно сделать, как можно лучше обезопасить, что в том числе предупреждение людей о пожаре возможном, ну и облегчение жизни в наших домах. Над проектом под чутким руководством опытного педагога трудились трое парней – Павел Шевцов, Максим Корзун и Тимофей Гришков. Каждый отвечал за свою часть. Максим и Тимофей – за электронику и механику, а Паша – за то, чтобы все это слаженно работало. Другими словами – за программирование. Кстати, ребята всегда в поисках чего-то нового и не останавливаются на достигнутом. Главное отличие нашего нового экспоната от старого – это новый способ тушения пожара. С помощью купола мы перекрываем доступ кислорода к огню и пожар сам по себе тухнет. Ведь без воздуха у нас не может быть огня. Именно безопасный дом выбрал экспертный совет для демонстрации на областном этапе конкурса, который пройдет в ближайшее время. Остается пожелать ребятам успеха и новых достижений. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов, Бабруйск, 360.